Всем привет! Меня зовут Рина и мы сегодня с вами отправляемся в Пукеттаун, чтобы посмотреть, как же все-таки проходит фестиваль вегетарианцев. Как только на Пукете вывешивают желтые флаги и появляется очень много людей в белых одеждах, это говорит только об одном. Скоро будет фестиваль вегетарианцев. Отмечать этот праздник стали еще в 1825 году. В то время на Пукете было множество оловянных рудников, где работали наемные рабочие из Китая. Чтобы развлечь их семьи и немного заработать, на остров с гастролями прибыла труппа китайских артистов. Именно в это время на Пукете свирепствовала неизвестная смертельная болезнь. Люди гибли один за другим. И актеры тоже заболели. Они решили, что своим недостойным поведением и пренебрежением даосскими традициями прогневили своих богов. Тогда актеры стали придерживаться вегетарианской диеты и проводить различные ритуалы, чтобы умилостивить девять императорских богов. Болезнь отступила. Жители острова были удивлены таким чудесным исцелением. С тех пор каждый год на Пукете в течение первых девяти дней девятого месяца по лунному календарю тайцы китайского происхождения устраивают ритуалы и церемонии, чтобы очистить карму, привлечь удачу и благосклонность богов в следующем году. Для желающих участвовать в фестивале существуют некоторые правила. Главные заповеди гласят «Не убей, не укради, не лги, не сквернословь, не устраивай ссоры драк». В течение фестиваля необходимо отказаться от любого мяса, алкоголя, сигарет, азартных игр, секса и украшения из кожи и металла. Рекомендуется тщательно следить за чистотой тела и духа, носить белую одежду и не пользоваться столовыми приборами людей, не участвующих в фестивале. Беременным женщинам категорически запрещено смотреть какие-либо ритуалы. В этом есть доля здравого смысла. Некоторые церемонии не слишком подходят для впечатлительных будущих мам. Участвовать в фестивале не разрешается людям, которые недавно потеряли родственников и женщинам в период менструации. В первые дни фестиваля в китайских храмах приветствуют нефритового императора, 9 императорских богов и богов рождения и смерти, которые приплывают на остров. Проходят молебны и богам преподносится искупительная жертва. Еще несколько последующих дней храмы Букета будут заполнены людьми. Пожалуй, самое зрелищное – это церемонии воинов-богов. Они проходят поочередно в каждом крупном китайском храме. Воинов-богов еще называют тайским словом «ма-сонг», что дословно переводится как «оседланная лошадь». Избранные люди предоставляют свое тело в пользование духом богов во благо народа. Искупают таким образом карму общества, принося себя в жертву. Стать воином богов тайцы китайского происхождения могут двумя способами. Либо бог сам выбирает избранного за его моральные качества. Либо человек становится воином богов добровольно, чувствуя приближающуюся смерть и желая избежать ее. Мои друзья, участвующие в фестивале, порой рассказывают такие истории, от которых мурашки бегут. Люди выздоравливают после неизлечимых болезней, пообещав богам стать масонгами. С тех пор, где бы они ни были, обязаны каждый год возвращаться на пукет для участия в фестивале. Масонгов легко узнать под длинным красочным фартуком. Под бой барабанов и цимбал верховный монах проводит ритуал и вводит их в транс. И последующие действия больше напоминают средневековые пытки, нежели религиозные ритуалы. Избранным пронзают щеки, губы, уши, языки острыми предметами. Духи богов, селившиеся в тела масонгов, защищают воинов от плоской боли, крови и шрамов. Одни пилят свои языки острыми топорами, другие стезают себя ударами кувалд с острыми шипами, третьи пронзают свое тело рыболовными крючками и спицами. Я бы не сказала, что у всех шрамы незаметны. У девушек щеки остаются довольно гладкими, и лишь улыбка выдает более глубокий, чем у остальных ямочки. У ветеранов фестиваля, участвующих не один десяток лет, шрамы довольно заметны. На уличной процессе мы видим сотни людей. Фестиваль вегетарианцев теперь не только религиозный, но и коммерческий праздник. Дети, одетые в футболки с символикой отелей, операторов мобильной связи, банков, проносят желтые флаги в Викторианском фестивале. Среди них, украшенные цветами и флагами, едут машины, везущие девять императорских богов. На некоторых пикапах стоят женщины, погруженные в транс. Они выкрикивают молитвы на древне-китайском языке и окропляют окружающих святой водой. Воины богов в окружении помощников несут свои тяжелые ноши. Они благословляют жителей Пукеттауна, которые выставили столы около своих домов и магазинов с подношением масонгам. Каждый старается получить подарок от избранных. Обереги на руку, благословенные конфеты или маленькие кусочки желтой ткани с китайскими иероглифами, защищающими от злых духов. Завершают процессию мужчины, несущие на своих плечах алтари с девятью императорскими богами. Они вешают на фигурке богов длинные ленты петард и взрывают их. Дым окутывает улицу, асфальт усыпан обрывками красной бумаги прямо по щиколотку. Всегда возникает вопрос, где и когда посмотреть уличную процессию. Лучше заранее изучить расписание на официальном сайте фестиваля вегетарианцев. Как только в китайских храмах начинаются церемонии воинов-богов, вся процессия устремляется благословлять жителей города. В течение семи дней, часов в восемь-девять утра, можно увидеть шествие в центре Пукеттауна около отеля Метрополь. Процессии начинаются в разных частях города, проходят знаменитую площадь с башней часами и устремляются на Сапанхин. С наступлением темноты начинается следующая часть фестиваля вегетарианцев. Тут тоже нужно смотреть расписание. В китайских храмах проходят церемонии. Хождение по лезвиям, по раскаленным углям и купание в кипящем масле. В храме устанавливаются огромные лестницы, ступенями которых служат острые лезвия. Избранные воины богов проходят по ним без единой капли крови. По сравнению с этим, хождение по горящим углям и купание в раскаленном масле кажутся детской забавой. В конце дня масонги собираются в храмах, где монахи выводят их из транса. Масонги рассказывают, что не помнят о произошедшем днем. Об их подвигах напоминают лишь полоски пластыря на щеках. В последний день фестиваля вегетарианцев жители Пукета провожают девять императорских богов. Сотни мужчин, обнаженные по пояс, несут алтари с фигурками богов. Повсюду взрываются петарды, город окутывает густая пелена дыма и кажется, что это не счастливое окончание праздника, а начало непредвиденного вторжения неприятеля. Богов с почестями провожают на небеса, чтобы через год они снова почтили Пукет своим присутствием. КОНЕЦ Надеюсь, вам понравилось мое видео с фестивалем вегетарианцев. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok